Сергей Козлов Прошел год Я спрашиваю о состоянии сердца Сережа, как ты? И как ты сейчас Предтаешь сердцем И ты уже сейчас Наибольшей радости Марина Я узнал этот дух И государя И я сейчас такой Будто я еще вчера умер Это не потому, что я в нерадости А потому, что путь еще Очень мал Я прошел мало И надо мне идти Сейчас все более сердцем Но я еще ум Не могу править чисто И надо просто Не стать ребенком Заново Но стать Ребенком Детским Еще сразу не может Мое сердце И оно так всегда Спрашивало Ответы У ума Подливого И ум отвечал И поэтому Молчало Сердце И ум не давал Так вырасти Моему сердце И я его не сделал В этом пути Самом главном Знаешь Я очень хочу Сейчас быть снова В болезни этой Но Рожденным духом И я бы тогда Уже возродился Заново Я бы В любви Возродился бы И возродилась По моим сердцем Но я не могу Ничего Я уже не власть И путь прошел И к отцу Мое взывает Сердце Но сердце Еще не готово Все-таки И сердце Рожденное Хочет быть Наибольшим Но наибольшим Не может быть Еще Ведь Не родилось Или Оно не родилось Ум не давал Радости Оно Уснувшее Было И вот Теперь Рожденное Оно Говорит Со мною И я Отвечаю Но Знаешь Этот путь Его Познание Он Еще Отдален Как бы От Познания Чистого Марина Сердце Должно Рождаться Вовремя Оно Всегда Родиться Хочет Но Если Нет Рождения И тогда Уснуло Сердце Оно Будет Радоваться Но Это Будет Уже Запоздалая Встреча Хорошая Встреча Но Не Такая Радостная Я В радости Сейчас Я Такой Живой И чистый Но Сердце Еще Идет Оно Идет По Пути Новому Потому Что Его При Жизни Не Прошло Сердце Ему Нужен Путь Ему Нужен Путь Долгий Сейчас Государь Говорит Я Слушаю Сердцем И Я Хочу Слушать Сердцем И По Уму Не Желаю И Такое Идет Он Говорит Что Это Ему Очень Трудно Что Для Него Сейчас Главное Научиться Слушать Сердцем Ну Ему Очень Сложно Но Он Как Понимает Что Это Главное Он Учится Ну Как Вот Вова Вот Такой Путь Он Проходит Как Вова Хотя Радость Хотя Все Вот Как Вы Говорили Наверное Не Полнота Да Все Так Она По Духу Он Ощущает Вот Живидное Словие Как Он Не Полно У 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 Что Он Хочет Передать Тем Кто Был У Него В Чадах Слушали Его На Канале И Что Он Хочет Передать Игнатию Лапкину О Пути Их Куда Он Ведет Этот Путь Их Я Хочу Сказать Что Путь Любой Который Не Ведет В Радость Это Путь Никуда Перебирать Слова Только И Это Пусть Будут Слова Евангелия Чистые Но Если В Них Нет Духа То Зачем Говорите Да И Я Говорил Тоже Но Я Сейчас Сыпал На Те Сердце Да Я Увидел Узнал Путь Чистый И Я Говорю Говорите Сердце И Сердце Не Может Уже Живое Если Сказать Неправду Не Уводите Деточек Моих Твоих От Пути Чистого Что Ж Не Можете Если Оставьте Это И Пусть Так Травуш Говорит Государь Чистый Видишь Слава Богу Что Хоть Уже Будучи Там Он Постигает Истину И Правду И Доносит Слово Свое До Тех Кто Примет Конечно Больше Всего У Него По Духу Идет Такая Внутрення Боль О Том Что Не Состоял Серд Это Самая Трудная Потеря Большая Дело В том Что Трудно Сказать Об Этом Когда Мы С Ним Проводили Первую Беседу Я Это Сразу Почувствовал Что Он По Уму Идет Что Даже Те Вопросы Или Моменты Которые Затрагивают Духовные Он Их Просто Не Видит Сердце Закрыто Он Не Имеет Опыта Духовного А Как Это Можно Сказать Когда Человек Весь Ну Вот В Букве Весь Вот В законах В этих Закоренился Поэтому Нелегко Говорить О Духе О Простоте Выводить Человека Это же Все Должно Быть Добровольно Именно По Сердцу По Сердцу А Ом Он Буквально Парализует Сердце И Конечно Да Дай Бог Чтобы Детки Которые Слушали Его И Любили Его Чтоб Они Это Услышали Услышали Слово Истины Услышали То Что Надо По Духу Ити Надо К Отцу Ити Они Буквы Мертвые Да Его Многие Любили А Как Вы Думаете Почему Вот Этот Путь Навязанный Ити По Евангелию Это То Что Церковь Просто Путь Удобный Легкий Нет Дело В том Что Евангельский Это Путь Он Правильный Просто Его Подменили Ну Мы читаем Евангелие И Куда Господь К Отцу Призывает Он Призывает Молиться В духе И истине Он Не в церковность Зовет Не в обрядность Не в житие По преданиям Не в веду Нет А то Что Как бы Читает Читает Евангелие И вот В этом Бездух Без присутствия Дух Просто В этих словах Все время Ищут Истину И думают Вот я Прочитала Евангелие И все И как бы Вот Это очень Хорошо Мало Его читать Надо еще И жить По нему А жить То можно Только Духом Исполнить Его То есть Это лень Это уже Так Евангелие Так Можно сказать Открыло В кавычках Ну Точнее Подменило Направление Открыло Да Они просто Опять Уходят В усложрождение Вот В Евангелие В усложрождение А что Что такое Евангелие Что такое Библия Что такое Писание Это просто Жизнь твоя Личная Жизнь Каждого В Боге Вот что Это такое Переходите От чтения К живой Жизни В жизни Ведь Бога Живого Что он Рядом Стоит Он В сердце Вашем Находится И он Ждет Общения И он Любит Разница То в чем Посмотри Жестные Как они Быстро Становятся Такими Деловыми Они Становятся Такими Особенно Кто На руководящих Должностях Еще Они Вот Ну Прямо Каменными Становятся Такие Правильные Все А простота Уходит Детскость Уходит Так и Здесь Вот Путь Книжный Убивает Просто Душу Сердце Начинает Много Разговаривает На эту Тему Начинает Высокоумие Самомнение Самоуверенность Появляется Все Простота Детскость Ушла Он Вошел В этот Путь И так Вот И Скупил Кусмир А Это Можно Животконечно Да Вот В этом Находить Какие Рассуждения Радости Как Усуждения Общения Темами Всевозможными А Котцу Движения Нет От Познанию Сердца Движения Нет Вот Такая Горечь У него О Утерянном Сердце И Он Как бы Даже Не Может Это Высказать Как Почему При жизни Рожденное Сердце Вот Какая Разница Жизни Рожденное Сердце И Сердце Рожденное Там Почему Оно Такое Без Помощи Ну Потому Что Не Созрело Не Сбылось Суть То В чем Потому Что Была На Отца Да Суть То В чем Именно Рождение Но Оно Просто Очень Простота Его В том Что Мы Начинаем Общаться В сердце Своем С Отцом Мы Живем Послушание Сначала Потом Любви Внутренне Общение И Тогда Этот Дух Отца Проникает В тебя И у тебя Появляется Дезновение Любовь Нему Чувство Чувство Близости Радости Чувства Общения Это именно В теле В теле Должно Случиться Да Конечно Конечно Потому Может это План Отца Такой Чтобы В теле Был Рад Это Вот Он Говорит Вовремя Это Значит Вот Он Говорит Что Именно При Жизни Да Вот Вовремя Он Говорит Ну Недосягаемым Рождение Нам Церковные Учителя Представили Недосягаемым Что Рождаются В духе Только Великие Какие-то Аскиты А Это Просто Все Ну Мы же Все Крещение Понимаем А что Такое Крещение Это Схождение Дух Сы Так А что Такое Схождение Это И Вхождение И Рождение Все Рождаемся Только Удержать Эту Благодать Не Можем Теряем По Грехам Получается Вот Он Говорит О том Что Это Вот Такой Путь Вот Как Ребенок Да Вот Он Сначала Маленький Потом Он Подрос Потом Он Подросток Потом Вот Сердце Должно Тоже Так И Постепенно Вот Как Именно При Жизни Да Вот Такой Путь Заложен Не Потерять Главное Эту Детскость Простоту Эту Легкость Потому Что Когда Становятся Учителями Они Уже Начинают Превозноситься Само Утверждаться И Услаждаться Этим Простота Уходит Но Все Время Надо Быть Ребенком Да Как Он А Это Так Думаю Вложу И Самое Главное Должна Вот Эта Внутрення Радость Умиление Присутствовать Ну Да От Этого Жи Умиление Как Бот Как Ребенок Он Так Восхил Тогда Он Себя Чувствует Отцом В полноте Да Ну Это Его Больше Всего Радует Ну Его Радует То Что Детки Его В Радости Ну Он Последнее Послание Говорит Мне Говорит Мое Сердце Будь Просто С Ребенком Не Надо Законов Строгих А Просто Будь С Ребенком Потому Что Так Хочет Бесер То есть Просто Быть Все Ходить И там Все Принимать С 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 Продолжение следует...